я передаю слово нашему эксперту андре хоруженко и хочется услышать какие же методы теоретические оптимизации существуют и как практически применять по его опыту давайте наверное синхронизируем наши представления об оптимуме процессе оптимизации об оптимальности убедимся что мы с вами говорим на одном языке я думаю не ошибусь если скажу что все вы считаете что каждый день решаете задачи оптимизации как в своей профессиональной жизни так и в личной почему ну потому что вы всегда чего-то хотите у вас всегда есть стремление к лучшему у вас есть представление о том что есть желаемое какой ситуации вы хотите достичь это во первых во вторых будь у вас неограниченное количество ресурсов для вас достижение желаемого не составляло бы труда и не было смысла бы решать какие-то задачи оптимизации ну а зачем в условиях ограниченности ресурсов поиск решения для достижения желаемого это и есть оптимизация значит нужно достичь желаемого исходя из доступного вам количество ресурсов ресурсы понятно календарное время ваши физические силы ваши финансовые возможности ваш административный ресурс ваш инструментарий ваш интеллектуальный уровень я не знаю можно долго перечислять но вообще говоря все сводится к двум вещам это время невосполнимый ресурс и это деньги так вот оптимизация что есть оптимум определение масса и эти определения на самом деле формулируются исходя из разных сфер жизнедеятельности но все они сводятся к одному и тому же смыслу это поиск самого лучшего из желаемых это максимальный результат исходя из своих возможностей по ресурсам то есть нужно найти лучшее и доказать что еще более лучшего не существует отсюда утверждение что решение задачи оптимизации это наилучший результат и решение оптимизационной задачи единственно в данных начальных граничных условиях и системе ограничений это означает нам нужно определить чего мы хотим по какому признаку мы считаем ситуацию наилучшей ну вот два примера таких житейских первое я считаю оптимальным для себя на ближайший год работать как можно меньше иметь как можно больше свободного времени вот в этом случае у меня значит будет масса других ограничений мне надо чем-то питаться мне нужно передвигаться мне нужно обеспечивать свою жизнедеятельность второе я хочу зарабатывать как можно больше денег тогда целевая функция будет это объем денежной массы у меня в кармане фигурально выражаясь каждый момент времени на данном горизонте планировать в процессе поиска оптимальных вариантов достижения вот этого желаемого я должен учитывать контролируемые входные параметры регулируемые входные параметры и не контролируемые воздействия неконтролируемые воздействия соответственно это форс-мажор контролируемые входные параметры это то что я должен учитывать но не могу изменить регулируемые входные параметры то чем я владею мое рабочее время это я могу повысить свой уровень квалификации это я могу привлечь другие инструменты более высокопроизводительное оборудование и так далее ну и соответственно критерии оптимальности это некое выражение ну вот например для максимума денег фактически моя целевая функция это мои деньги в кармане критерии оптимальности это максимум максимум это экстремум функции деньги от всех остальных факторов факторов этих может быть масса масса факторов и в этих условиях нет никакой уверенности что действуя интуитивно мы достигаем оптимум потому что определение характера зависимости целевой функции от параметров контролируемых регулируемых и неконтролируемых воздействий задача ну почти не решаем вот в нашей сфере в таир мы ведь тоже сталкиваемся с массой факторов которые влияют на целевую функцию но целевая функция может быть например либо заданный ктг коэффициент технической готовности на горизонте планирования либо минимум ресурсов на данном горизонте планирования но это простые критерии оптимальности в реальности мы вынуждены пользоваться сложным критерием оптимальности почему ну да потому что мы не можем просто добиваться максимального ктг на горизонте например один год хорошо мы откажемся от многих ремонтных воздействий у нас оборудование будет работать круглые сутки мы добьемся максимальной производительности при этом за пределами горизонта планирования остаточный ресурс нашего оборудования превратится в пыль но соответственно нам нужно учитывать ограничения мы не должны убить технику вот они вот эти критерии оптимальности и факторы влияющие на критерии оптимальности например все вот эти управляющие параметры они сказываются двояко как прямо непосредственно входя в выражение крепей оптимизации так и косвенно через взаимное влияние друг на друга и соответственно нужно искать оптимум как скажем комбинацию как соотношение между компонентами сложного критерия оптимальности что еще но оптимизацию рассматривают собственно как процесс определение соответственно есть процессная и есть в принципе математическая тематическое понятие оптимизации опять-таки оно бессмысленно без указания условия оптимальности потому что по своей природе вот скажем математические методы оптимизации есть масса курсов на эту тему но по сути математика штука такая вы целевую функцию определяете в зависимости от ваших управляющих параметров от параметров контролируемых учитываете каким-то образом параметры типа форс-мажора решаете эту задачу нахождение по сути экстремума минимума либо максимума на горизонте планирования на отрезке аргумента либо на луче от точки расчета до бесконечности либо напрямую от грубо говоря безграничного прошлого безграничному будущему и по сути вот это критерий оптимальности он и зависит от всех вот этих ограничений и существует только на указанном промежутке планирования привет я мультяшный робот простоев нет расскажу вам про курс базовые практики планирования таир управление надежностью и критичностью оборудования по методике rcm простой это потеря времени в рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям вы наверняка задавались вопросом а как наиболее эффективно избежать простоев наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем связанных с таир освоив курс вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства курс подойдет инженером ппр и специалистом по надежности техническим директором директором производственных систем и их заместителем руководителем служб эксплуатации и ремонта участником проектных команд развивающих систему управления таир менеджером по автоматизации и управлению таир специалистом по разработке и аудиту бизнес-процессов управления таир программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения обучение идет пошагово вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов рассматривайте примеры из практики пробуйте применять полученные знания также вы получаете доступ к общей группе студентов курса где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками курс проходит онлайн на нашей платформе sdo а простоев нет вы можете учиться с любого устройства с телефона планшета или компьютера все что вам нужно это доступ в интернет в рамках курса вы освоите практические методики которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях вы познакомитесь с конкретными проектами таир от простоев нет которые реализованы в россии и снг по окончании каждого учебного модуля вас ждет практика тестирование и вебинар обратной связи а по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат обучение уже прошли более 1500 специалистов таир из 300 производственных компаний переходите по ссылке под этим видео и записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса до встречи на курсе